АПЛОДИСМЕНТЫ На 50 килограммов всего за один год похудела Екатерина Попенко из Владивостока. Более того, девушка заняла почетное третье место в известном конкурсе «Мисс Бикини» и останавливаться на достигнутом не планирует. О том, как измениться на все 100 и избавиться от 50% лишнего веса, о силе воли и о мотивации мы поговорим прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И на студии сегодня Екатерина Попенко, финалистка конкурса «Мисс Бикини» и визажист. Кать, привет. Мы, во-первых, очень рады тебя наконец видеть у нас в студии. И первый вопрос будет таким. Еще раз просим тебя озвучить свой вес до и свой вес на сегодняшний день. На самом деле я встала на весы уже спустя две недели после того, как решила немножечко поменять свой рацион. И встав на весы первый раз, я увидела 103. Сейчас мой вес максимально падал до 53 на соревнованиях, но вот в комфортном состоянии сейчас он 58. И мне очень нравится. Меньше я не хочу. Тоже, наверное, совершенно банальный для тебя сегодня вопрос, но мы не можем его не задать. С чего все начиналось, когда ты поняла, что нужно что-то менять в своей жизни? На самом деле я всем рассказываю эту историю про юбку, которая порвалась у меня прям по шву сзади. Юбка была очень большая, 56 размера. Но на самом деле это не была первой причиной, не была мотивацией. Наверное, мотивацией была любовь, как и у всех. И это самый главный мотиватор для всех, помогает всем. С чего я начинала? То есть как правильно питаться? Как правильно питаться я поняла очень нескоро, спустя, наверное, года два. До этого были различные диеты. Мне кажется, все названия диет я уже знаю. Я перепробовала все. У меня даже дома лежала книга «Голодание с Геннадием Малаховым». То есть в крайние случаи тоже. Да, это было ужасно вообще. Она основывалась на том, что нужно просто пить талую воду. Больше ничего практически, никакой еды в рационе не было. Помогала, но помогала ненадолго. И где-то я вычитала, что если у диеты есть название, то она не работает. То есть вроде как бы банальные слова, но они меня привели к тому, что нужно просто сбалансировать свой рацион. Ну вот, собственно говоря, с этого все началось. Я думаю, что мы сейчас посмотрим на тебя как раз на конкурсе «Мисс Бикини», чтобы зрители увидели действительно, чего тебе удалось добиться, потому что это феноменально. Я, честно говоря, когда увидела фотографии до, и так-то ты потрясающая, просто как кукла Барби. Такая красивая фигура, комплекция, великолепная. Но когда я увидела твои фотографии до, ты знаешь, это шок. Это просто другой человек. И то, чего ты добилась, это феноменально, это отличный пример. Ты уже сказала, что диеты, как правило, не работали, да, диеты с названиями всем известные. Ну, конечно, хочется отметить, что у каждого человека, в любом случае, организм, он индивидуален. Вот какая для тебя все-таки идеальная формула питания? Я думаю, сейчас все по ту сторону экрана хотят это услышать, потому что ты действительно ведешь здоровый образ жизни, правильно питаешься. Хочется также отметить, что ни в какие крайности ты не впадаешь, там, одну воду не пьешь, потому что это очень важно. Некоторые думают, что если они не будут есть, то они и будут всегда стройными. Но всегда не есть невозможно. Конечно, конечно. Расскажи. На самом деле, то, что подходит мне, это очень важно, может не подойти, ну, допустим, тебе или там человеку даже с таким же количеством, вернее, с таким же весом, ростом и образом жизни. Все очень индивидуально, нужно пробовать все постоянно, экспериментировать. Но для меня, допустим, идеально, это расчет белков, жиров и углеводов. Идеальное количество для меня, допустим, умножаю свой вес на 2, это мои белки, умножаю на 1,5, это мои углеводы, и мой вес – это жиры, то есть вот это количество. Это для меня идеальная формула. На этом питании я не особо худею, но я не набираю вес. И если мне, допустим, хочется немножечко поднабрать в мышцах, я иду, ой, я немножечко увеличиваю количество углеводов. В принципе, вот и все. Это идеальная формула. Она может подойти любому, но вы должны пробовать, вы должны испытать на себе это, потому что для кого-то это слишком большое количество, потому что мой образ жизни, он очень активный. А кто-то, допустим, больше занимается умственной деятельностью или искусством. Это не очень активный образ жизни. Ну и поэтому с таким количеством белков, жиров и углеводов он может набрать вес. А ты к диетологу не обращалась, я правильно понимаю? Нет, к диетологу не обращалась, но, естественно, как разумный человек, я сходила к эндокринологу, к врачу, который посмотрел все мои гормоны, оценил состояние щитовидной железы, оценил состояние инсулина в организме. Это очень важно, потому что люди с проблемами с сахаром, с глюкозой и с инсулином, у них вариантов похудеть намного меньше, чем у людей с нормальным здоровьем, ну, вернее, с хорошим здоровьем. И врач мне сказал, что все у вас в порядке, все отлично. И на самом деле это было для меня очень важно, потому что знать, что кроме моей лени меня не может остановить ничего. Все. Ну вот мы видим, что ты не ленивый человек, потому что действительно, правда же, другая женщина стоит. Причем действительно женщина, а вот молодая, прекрасная девушка. Мне тут всего 19 лет, я смотрю на себя, такое ощущение, что мне лет под 40 на самом деле. Я себя такое не помню, я уже не говорю про своих одноклассников, которые просто проходят не у меня. Они со мной не здороваются, то есть они не знают вот эту девушку. Мне кажется, они даже не поверят, наверное, первые несколько минут, да, если ты начнешь говорить, эй, это я. Да, да, да. Они могут не поверить, и это вполне логично, потому что действительно колоссальная разница, результат налицо. Больше всего мне нравятся, кстати, мои однокурсники, одноклассники и люди вообще, которые окружали меня, которые говорили, Катя, это очень обаятельно, тебе не надо худеть, тебе не пойдет быть худой. Мне кажется, ты очевиден. Неправильное утверждение. Да. Катя, тебя в программе «Пусть говорят», куда ты недавно летала, к Андрею Малахову на шоу «На известное». Тебе там задавали вопрос, кушаешь ли ты на ночь? Ты сказала, что да, ты ешь и можешь даже себе позволить кушать много. Расскажи об этом. На самом деле я видела радость в глазах Екатерины Усмановой, когда она сказала наконец-то на всю страну, что есть на ночь можно. Но нужно понимать, что можно, а что нельзя. И это не значит, что я себе наварила огромную тарелку пельменей, съела и такая, ну я же могу есть на ночь. Нет, это только белковые продукты. Белковые продукты и клетчатка. Клетчатка – это овощи. Ну тоже в определенном количестве, не нужно с ними перебарщивать. Вот весь рацион на ночь. Можно съесть даже, как говорил мне мой первый тренер, я помню, он говорил, ты можешь так вот отряхнуть лицо от курицы и уснуть. То есть это можно делать прямо в кровати, пожалуйста. Сеял и заснул. Все, ничего плохого в этом не… ничего плохого не случится, вес не вырастет. Более того, насколько мне известно, плохо есть редко. Ведь ты говоришь, что когда ты была в своем другом весе, в другой своей жизни, даже, наверное, можно сказать, ты ела, в принципе, один раз в день. Да. И вес твой стоял, как мы видим. Он и стоял, и набирался. Это не тот случай, когда один раз в день с утра до ночи. Это один раз в день, правда, был переем пищи какой-нибудь такой, но достаточно высокоуглеводный. И углеводы эти были неправильными. То есть это были какие-то бутерброды, пиццы, пасты и прочее. Это, конечно, можно себе позволять и сейчас в том питании, в котором я сейчас нахожусь. Но тогда это был только один продукт, и он моментально откладывался. Организм постоянно находится в стрессе, он думает, что когда мне еще дадут еду, а если мне не дадут, а ну-ка отложу на всякий случай. Ну, вот так вот и получается, что вес набирается и постепенно, и все. Именно поэтому вот эти стихийные голодания, они так же плохо сказываются. Конечно, конечно. В итоге действительно это стресс. Есть такое страшное слово, называется гиперкомпенсация. Вот то, о чем говорят постоянно, что я хорошо скинула на кремлевской диете, а потом вес вернулся и притащил с собой еще пару лишних килограмм. Все вернулось только потому, что произошел вот этот процесс гиперкомпенсации. Ты организм свой очень долго мучил. Соответственно, он боится, что это произойдет еще раз и набирает, набирает. Как только попадает в него еда, он сразу же все откладывает моментально. Сегодня много споров вокруг количества употребляемой в день воды. Кто-то говорит 2 литра, 2,5, там, полтора. Кто-то сегодня уже говорит, что это такая большая нагрузка на почки, это тяжело. Кто-то говорит, что это тяжело только первое время, главное только начать. У тебя есть результат. Мы видим прекрасную, красивую девушку, которой удалось добиться очень многого. Это действительно так? Сколько воды ты выпиваешь в день? Сейчас я выпиваю 2,5 литра воды. Для меня это абсолютно комфортно. Бывает даже такое, что я чувствую, что мне ее не хватает. Но я стараюсь здесь тоже не перебарщивать, потому что переизбыток воды – это тоже плохо. Организм привык к какому-то определенному количеству. То есть на следующий день, вероятнее всего, я получу отек. Отек – это лишняя вода. А лишняя вода – это до 10 кг лишнего веса в организме. То есть, когда меня сейчас спрашивают советы какие-нибудь по поводу питания, да, если я помогаю, и человек не пьет воду, я сразу же говорю, что бесполезно начинать худеть, если ты не умеешь пить воду. Но количество у всех разное. Я соглашусь, что спортивная подготовка – это определенное количество воды. Люди, допустим, с проблемами почек, я не советовала бы выбивать такое количество воды. Мамочки, которые, допустим, собираются стать, вернее, девушки, которые собираются стать мамочками, тоже запрещено такое количество воды пить. Потому что это окочеки. Да. То есть с медицинской точки зрения, может быть, такое количество воды, оно и не полезно для всех. Но, в принципе, вода отвечает за все процессы метаболизма в организме. Мы состоим из воды практически, ну, сколько, на 92%, вернее, кровь, допустим, наша состоит из воды на 92%, а мы состоим на 2 третих. Соответственно, нужно понять эту воду, нужно помочь себе похудеть хотя бы за счет воды. То есть можно даже есть все, что угодно в течение дня, но выпивать это количество воды, и вес будет уходить первоначально. Я не знаю, так это или нет, ты сейчас расскажешь нам, но я слышала, что когда человек с таким достаточно серьезным весом начинает менять свой рацион, свой образ жизни, конечно, первые вот эти килограммы, они начинают достаточно стремительно уходить. И потом в какой-то период вес начинает падать все медленнее, медленнее, медленнее. И понятно, что человек так устроен, что на подобных этапах наша мотивация куда-то бывает прячется, убегает, и мы хотим отказаться от этой затеи, все бросить. Это вообще в любом деле, ну и тем более в таком сложном, как новый образ жизни, новый образ питания. Вот бывали ли у тебя такие моменты, и на каком этапе, как правило? Я скинула 16 килограмм за месяц, это были мои первые 16 килограмм, и потом вес уходил по 8 килограмм за 2 месяца, допустим. Ну, я точно помню, что это было примерно вот такое количество. Но меня на самом деле это не пугало, потому что я не ставила себе задачу похудеть на какую-то цифру. Я ставила себе задачу в принципе похудеть. То есть, если вес останавливался, значит, я начинала рассуждать. Я питаюсь по одной системе, по одному количеству белков, жиров и углеводов. Наверное, для меня это уже многовато. Нужно немножечко подсбавить. Вот и все. Я просто пересчитывала постоянно. Вот и все. Но у меня мотивация лично не пропадала. Пропасть она, конечно же, может. Но если вес останавливается, просто со весом нужно немножечко поменять рацион, убрать там что-то. Или что-то наоборот добавить, потому что не доедать, это также плохо переедать. Вот и все. Катя, у тебя, конечно, появилась, как ты говоришь, цели похудеть, какому-то весу прийти изначально у тебя не было, но впоследствии у тебя появилась цель стать участницей известного конкурса «Мисс Бикини». Это отдельная история, отдельная колоссальная работа, потому что пройти такой путь и тут же зайти на новую ступень сложности, это очень тяжело. Расскажи об этом, сразу ли тебя приняли туда. Ведь есть кастинг, насколько я понимаю. Расскажи, нам интересна вся эта история, потому что феноменально. На самом деле причина, по которой вообще пошла на «Мисс Бикини», их две эти причины. Я себе каждый год ставлю какую-то определенную цель. То есть цель похудеть я себе поставила, открыть свою студию, я поставила. И дальше у меня, я смотрю на себя, вроде я себе нравлюсь, но чего-то не хватает моим. Я не могу сказать, что я прям уверена в себе на все 100%. И мой молодой человек, он занимается этим видом спорта, то есть тоже выступает, участвует в соревнованиях. И как-то я пришла посмотреть на все это дело. Я невероятно загорелась вот этой атмосферой. Мне настолько понравилось, что я не смогла на самом деле, смотря на эти девушек, понять, кто из них лучше. Для меня они все были идеальны. Хоть до этого, допустим, год назад, я считала, что это страшно, эти мышцы, перекаченные, засушенные тела. Для меня это было ужасно. Когда смотришь на это вживую, это абсолютно другие эмоции. И я не могу сказать, что мое тело было готово вот сейчас вот прям идти на сцену. Соответственно, мне нужен был человек очень грамотный, чтобы мне помогли. А я бегала из стороны в сторону, искала себе этого тренера и пробовала общие какие-то проекты подготовки, в которые меня не взяли. И я нашла для себя подходящего человека, который посмотрел на меня и сказал, все отлично, я все сделаю. И только за неделю, кстати, до соревнований, по-моему, или за две, она мне сказала, что я очень сильно в тебе сомневалась. И вообще мне было страшно. Я не знала, что из этого действительно можно что-то сделать. Но ты показала настолько большое желание, что я решила тебе помочь. Мы как раз тебя видим сейчас. На самом деле, я сама сейчас смотрю эти видео, я не могу представить, что действительно за 4 месяца, ну за 4-5 месяцев можно добиться такого результата. Это очень сложно, но это безумно интересно. Ты видишь каждый день, как меняется твое тело. Ты начинаешь копаться в своем рационе, ты убираешь какую-то мелочь, допустим, и видишь, как на следующий день, хоп, кубики появились. То есть процесс очень сильно затягивает. И все, все в целом, делать этот купальник. Я все делала сама. Вся подготовка легла просто на мои плечи. Все, волосы, макияж, естественно, я тоже делала сама. Ты в великолепной форме. Я не устаю сегодня это повторять. Действительно, это восторг просто, Катя. Спасибо огромное. Это действительно пример, мотивация. И здорово, что ты не рассказываешь о каких-то крайних мерах, о каких-то колоссально сложных диетах, я не знаю, которые действительно вредные. Ты говоришь о нормальном питании, о нормальном рационе. И это очень важно, чтобы девочки, которые смотрят сейчас на тебя, они видели, что этого можно добиться, просто начать вести правильный образ жизни. Кстати, я хотела посоветовать девочкам, которые вдохновились моим результатом, которые тоже захотят на этот конкурс, а таких уже очень много. Я хочу посоветовать, не нужно подходить к этому как разному мероприятию. То есть, чтобы не насиловать себя во время подготовки, чтобы комфортно подводить свое тело вот к этому состоянию, а состояние тут очень-очень мало жира в организме, необходимо питаться правильно постоянно. То есть, это не должно быть там вот эти 4 месяца подготовки, а все остальные 8 месяцев в году желательно питаться тоже хорошо. И тогда можно и сушиться на таком количестве углеводов, как и я. У меня не было вообще проблем никаких, я подходила очень комфортно к этим соревнованиям. То есть, крайние меры здесь тоже ты не одобряешь. Действительно, нужно выбрать для себя этот путь, просто тогда и стремиться к этой цели. Правильно? Да. Вот ты сказала про образ жизни, и, конечно же, твоя жизнь, я так понимаю, перевернулась в хорошем смысле с ног на голову, изменилась, ты встретила своего молодого человека. Да. Какие еще приятные изменения произошли? И, кстати, очень интересно узнать реакцию твоих родственников, твоих близких людей. Ой, я помню, как мне мама спросила, как ты думаешь, если я отправлю дедушке и бабушке это видео, они поймут? Я говорю, я не знаю, наверное, поймут. Это я говорю конкретно про соревнования, потому что образы достаточно откровенные. Но на самом деле все мои родственники, все мои близкие, все мои друзья, они очень мной гордятся, и мне это безумно приятно. И мне приятно, что просто люди посторонние, которые меня не знают, что они на самом деле очень мало негативных комментариев, очень много позитивного, очень много людей, которые заражаются этим примером, а мне кажется, что это очень неплохая мода. Fit is a bikini – это сейчас модно, и мода эта потрясающая, потому что это то, что позволяет человеку увидеть свое тело в качестве и, в принципе, поставить для себя какую-то интересную цель. Это же очень интересно. Жизнь моя поменялась на самом деле не то, что даже кардинально. Я ее действительно свою жизнь делю на до похудения и после похудения. Мало того, что в личной жизни у меня правда все наладилось, я себе наконец-то выбрала того молодого человека, который нравится мне, а не тот, которому нравлюсь только я. Вернее, наоборот. Все правильно. Да, все правильно. То есть мы взаимно. Мы друг другу очень нравимся. И уверенности в себе очень-очень много прибавилось. То есть есть какие-то комплексы, как говорит мой тренер, это комплекс анорексички. Все время кажется, что ой, я толстая, я толстая. Но я в себе это подавляю, это психология тоже, тоже с этим нужно бороться. Это некий страх, может быть, вернуться в прошлое. Страх, конечно, есть, но на самом деле, сколько бы я не грешила после таких вот питаний, вес не возвращается. И он не возвращается только потому, что полностью все было питание в течение 4 лет, оно у меня сбалансированное. Хоть и говорят, что я похудела за 4 года. Нет, похудела суммарно за год. Мне нравилось худеть, я худела. Прекращало это нравиться, я останавливалась. Потом я видела для себя, допустим, какой-то стимул. Это мог быть, допустим, это могли быть джинсы. Я похудела до джинсов 32-го размера, но мне казалось всегда, что это много. И я купила себе джинсы 26-го или 27-го размера. Они были очень красивые, они были очень недешевые. Но я себе их купила и поставила цель в них влезть. Вот, я в них влезла. Потом мне нужно было еще чем-то себя замотивировать. И вот это фитнес-бикини. Очень здорово. Я думаю, что мы сейчас опять взглянем на твои фотографии до-после. И я не спросила тебя об одной очень важной вещи. Ведь такой вес, он тоже просто так не приходит. Нельзя, даже если ты раз в день, как ты говоришь, кушаешь, пусть очень углеводную пищу, быстро войти в состояние 100 килограммов. В любом случае, правильно? Может быть, у тебя был какой-то стресс. Почему ты считаешь, что ты набрала такой вес? Может быть, кого-то сейчас это остановит, знаешь, предостережет от того, чтобы войти в 100 килограммов? На самом деле, когда меня позвали на пусть говорят, и я позвонила маме, рассказала про все это, я у нее спросила, говорю, мам, ты помнишь этот момент, когда вес стал набираться? Потому что я правда помню себя в подростковом возрасте, я не была полной. То есть я помню, что я была точно такая же, как и все. То есть склонностей у тебя не было? Не было, да. Это уже отходит этот вариант? Мама сказала, что был переломный момент в жизни, когда у нас было ДТП, и после ДТП я очень долго приходила в себя, потому что были у меня некоторые проблемы, на которые дети в школе указывали очень часто. Я в себе закрывалась, и я уже помню, что я могла по месяцам просто из дома не выходить. Я ела бутерброды, смотрела сериалы. У тебя была депрессия, получается, действительно. Я не могу сказать, что я набрала от бутербродов. Нет, не нужно к этому так относиться. Нужно понять, от чего человек набрал. Он набрал от того, что он свой метаболизм из детского вот этого, он похож на большой ядерный реактор, в которого что ни закинешь, все сгорает, превратил в маленькую ветряную мельницу. То есть ты полняешь даже от мысли о еде. Собственно говоря, так он набирался. Я хочу посоветовать тем, кто только начинает свой путь, относитесь к себе по-честному. То есть не будьте вставать на весы. Встаньте на весы, увидите эту проблему. И просто примите решение бороться с ней. Вот не нужно в себе закрываться. Полный – это не приговор, как говорил физрук. Немножко по-другому. Тебе сегодня наверняка часто пишут, задают какие-то вопросы. Ой, на самом деле, мне и до этого очень много писали. И для меня эта слава, так сказать, как ее сейчас называют, для меня это как снежный ком, наверное. Она нарастает, и она появилась внезапно. И я просто поначалу не знала, что с этим делать. Потому что мне бы хотелось общаться и с теми людьми, кого я знаю уже, допустим, им помогать в чем-то. Но получилось так, что ко мне обратились больше 5000 человек. Я просто не знала, как это разгребать все. Потому что я в каждом сообщении слышала прям крика помощи. Это на самом деле очень тяжело воспринимать, когда тебе пишет, допустим, человек с проблемой со здоровьем. Ну, вернее, с проблемой со здоровьем. Или какая-нибудь мамочка одинокая, которая очень сильно располнила. Ей хочется вернуться в то, что у нее было до этого. Это очень тяжело. Но на самом деле я рада, что у меня есть информация, которую я могу поделиться с людьми, которая сделает их счастливее. К сожалению, у меня не было такого человека, который бы мог мне помочь. Мне пришлось самой проходить этот путь. Сейчас я, конечно, очень счастлива, потому что, мне кажется, я знаю секрет похудения. И люди захотят со мной общаться. Вот могу я напоследок сейчас попросить тебя все-таки вот этот, может быть, секрет-совет. Самый главный. Ты сегодня несколько дала, но тем не менее хочется такой, знаешь, подытоживающей. Начните постепенно. Не надо полностью себя ограничивать во всем. Самое главное – это отказаться от сладкого на тот период, когда вы держите питание. То есть вы можете позволять себе расслаблять. Не нужно относиться к питанию, которое я, допустим, предлагаю, которое я советую. Не нужно относиться к нему как к диете. Диета – это некое понятие, оно недолгосрочное, как и результат, который оно приносит. И, к слову, диету назначают врач, это всегда все упоминают. Нужно просто перенастроить свой образ жизни. На самом деле это очень интересно, когда ты сам полностью контролируешь каждую мелочь, которую ты съел. И ты видишь результат. Результат каждый день появляется новый. То есть минус 2 килограмма на весах, счастье, улыбка, хочется продолжать. Я советую людям просто полюбить себя. И как только вы полюбите себя, у вас все получится. Надо есть, чтобы жить. Да. Не жить, чтобы есть. Все верно. Думаю, это действительно истинно. Еда – это неудовольствие. Еда – это то, что помогает, допустим, какому-то человеку похудеть, какому-то не набрать, а какому-то человеку… Кому-то помогает, наоборот, набрать мышечную массу и выйти на сцену в красивой форме. То есть еда – это наш помощник, но никак не источник удовольствия. Кать, спасибо тебе огромное за то, что к нам пришла. Спасибо большое, что пригласили. Ты знаешь, ты действительно человек, который какие-то даже силы придает, когда с тобой тем более вот так общаешься. Это колоссальная мотивация, очень серьезная. Спасибо за то, что ты подаешь такое примерно. Спасибо за очень откровенный разговор, за твои признания. Спасибо тебе огромное. Удачи, побед новых. Спасибо огромное. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин